На Саратовской набережной нечасто увидишь столько иностранцев. В наш город они приехали из разных стран Азии и Европы, чтобы вместе с россиянами принять участие в первом евразийском конкурсе чтецов Корана. 19 мая состоялся отборочный тур, который организаторы решили провести здесь, на просторах Волги. Так как у нас этот конкурс впервые проходит, волнение у всех, начиная от организаторов и наших гостей, которые приехали. Наверное, многие впервые услышали название Саратов, но, альхамдуллах, все приятно удивлены, что на Саратовской земле проводятся международные конкурсы. В отборочном туре приняли участие знатоки Корана из Хорватии, Азербайджана, Грузии, Малайзии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Россию представили три хафиза из Саратова, а также конкурсанты из Санкт-Петербурга, Ингушетии и Дагестана. Я впервые в Саратове, и это хорошая возможность узнать культуру вашего города. Мы здесь все собрались из разных стран мира, и приятно, что нас объединяет Коран. Конкурс – это лучшее место, где можно встретить разных людей одновременно. Возраст конкурсантов не превышал 30 лет. При этом самому юному знатоку книги Аллаха было всего 10. Все они состязались в единственной номинации ХИФС. А их готовность к финалу оценивали судьи международной категории из Йемена, Киргизии, Хорватии и России. Оценивать конкурсантов нелегко, потому что мы видим, что здесь участвует не только Россия, здесь как бы Европа, Азия. Упор делаем на ХИФС, то есть насколько хафиз Корана выучил текст священного Корана. Потом, конечно же, тежвид, красивое чтение. Этот конкурс проходит под эгидой Совета муфтиев России и имеет высокий международный статус. Поэтому его организации и подбору кандидатов на участие уделяется большое внимание. Примечательно, что этот конкурс проводится в регионе с непреобладающим мусульманским населением. И это говорит о том, что команда, непосредственно председатель духовного управления мусульман Саратовской области, Мукатас Хазратов и Барсова, команда активных ребят, команда профессионалов, умеющих не только ставить амбициозные цели, задачи, но и системно, планомерно реализовывать их. Это говорит о многом. В ходе прогулки на теплоходе гостей ждала культурная программа. Они смогли увидеть место расположения золотардынского города Укек, в данный момент находящийся на окраине Саратова, и узнать о его интересной истории. Для меня это первый подобный конкурс на пароходе. Это очень интересно, но немного холодно. Отборщий тур мне показался нетрудным. Задали всего три вопроса. Вообще учить Коран несложно. Я всем рекомендую это делать. Если у вас даже мало свободного времени. Благодаря своим усердным занятиям и любви к Корану, малайзийский участник прошел отборочный тур. А вместе с ним еще пять конкурсантов. Кто из них станет победителем первого евразийского конкурса чтецов Корана, покажет финал.